Добрый вечер! Мы, художники из Одессы, Елена Ильичева и Владимир Ильичевы, хотим представить нашим детям леонардовские игры, чтобы они могли быть умными, мыслящими, творческими и философски подкованными людьми. Посмотрите, какую книгу мы купили в Дрезденской галерее. Вот она. Посмотрите, животные, которые могут взаимозаменять друг друга. Вот слон. Листаем уже ноги свиньи. Листаем голова свиньи. Листаем какой-то фантастический броненосец. Вот он с хвостом. Листаем тельце от другого животного. Вот он, фантастический броненосец. И вот так можно баловаться очень сильно. Голова мышки, тельце какого-то насекомого. Ноги, допустим, тигра. И вот мы вас просто дразним, чтобы вы с нами пошли в такие игры, которые будут называться, давайте напишем с вами, ле-о-на-р-до-в-с-ки-е-игры. Почему леонардовские? Вы же знаете, что Леонардо да Винчи был очень умным художником. И он оставил нам очень много знаний. Поэтому сейчас первый урок этих знаний. Допустим, вы хотите написать свою фамилию и имя. И я вас прошу, напишите эту фамилию и имя, печатными буквами, но с небольшим объемом. Вот, допустим, у нас есть внук Платон Ильичев. И вот буква П может превратиться в объемненькую. Первая буква его имени. А вы напишите свою первую букву имени. Да? П. И сразу же сбоку закрашиваем толщинку этого строения архитектурного буквы П. Вы можете это делать фломастером, капиллярной ручечкой. Вы можете это делать карандашиком. Да? Самое близкое к человеку, особенно к ребенку, это его имя и фамилия. Так? Потом будем дальше разбираться. Вторую буковку вашего имени давайте спрячем за первую буковку. Опять сначала рисуем плоскость этой буквы. Все делаем печатными буквами. Так, это у нас буква Л. Вот она, да? И опять делаем толщинку этой буковки. Вот она. Вот она, эта толщинка. Видите, как будто бы это кирпичик. И опять закрашиваем, да? Боковушку вашей буковки. Она становится такой монументальной, тяжелой. Да еще и спряталась за первую букву. И они связались с неразрывной такой взаимосвязью, как цепочка. Да? Вот. А допустим, слово Игорь. Да? Допустим, слово Сережа. Допустим, слово Александр. Всегда пишите свое имя полностью. Сергей, Александр, Владимир, Геннадий. Вот как вас зовут, такое имя и пишите, да? Дальше. Буковку А из слова Платон делаем маленькую. И в небольшом состоянии, что она спряталась за букву П. П. Вот так. Пла. Вот. Она там спряталась, да? А, сначала плоскость, а теперь боковушку. Помните, боковушка должна примерно 5 мм, 6 мм, насколько вы чувствуете. Так. Вот здесь. А интересно, вот здесь лапка выскочит? Давайте попробуем, чтобы выскочила. Вот она лапка. И тоже от нее падающая тень была бы очень хорошая. Сразу закрашиваем боковушечку. Видите, какие получаются боковки? Прямо как будто бы кирпичи, которыми можно драться, которыми можно защищаться. И вы сразу почувствуете, насколько ваше имя вам является вашей защитой на всю жизнь, на всю жизнь. Вот, смотрите, пла. Закрашиваем. Можно закрашивать в разные стороны капиллярной ручечкой или фломастером. А можно в одну сторону. Главное, чтобы не было пробелов там. Учитесь заливать плоскость хорошо. Вот, 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 вот. Пла. Вот так закрашиваем, закрашиваем. Стараемся, чтобы не вылезать. Вот. И стараемся, чтобы не было пробелов. И быстренько букву Т выстраиваем. Вы можете прямо приучать руку действовать, знаете, спонтанно. И сразу падающая тень. Толщинка буквы Т. Вот она, да? Нарисовали толщинку и закрасили. И закрасили. Я хотел бы уточнить, а кто ж такой Леонардо был? Ой, Леонардо, это такой был мальчик, который в детстве нашел кузнечика маленького. И лицо этого кузнечика нарисовал на деревянном щите. Он валялся там у дедушки деревянный щит какой-то старый. Он взял этого кузнечика и нарисовал. И получился дракон. И тогда папа его увидел. Буква О. Папа его увидел, как Леонардо нарисовал такого дракончика, да? Ведь у кузнечика там очень много всяких усиков, да? Всяких рожек. И, в общем-то, если близко рассмотреть его, он как дракончик маленький. И он сразу понял, что у мальчика необычные творческие способности. И он сразу его отдал в обучение кому? Какому-то известному художнику, который подключил его к своим картинам. И Леонардо очень быстро научился рисовать. И в итоге стал самым знаменитым художником на весь мир. И помните, он нарисовал Монолизу, Джоконду, которая является самой дорогой картиной на Земле. Плато. А теперь буква Н. Давайте, самую маленькую такую. Вот она. Она имеет право быть маленькой. Вот. А вы, я надеюсь, мои дорогие детки, напишите свое. Сначала свое имя, а потом свою фамилию. А если вы еще пришлете нам то, что вы сделаете свою работу, будет вообще очень здорово. Вот. Я вам вот так оставлю незакрашенную, чтобы вы видели, как можно толщинку рисовать. Хорошо? Сначала рисуем плоскость буквы Н, а потом толщинку в сторону. И помните об одном, что свет на ваше имя идет слева и... И сверху. Сверху. Вот так. Здесь свет, здесь с этой стороны тень. Ждите следующих уроков. Готово. Сверху. Готово. Продолжение следует...